Вещи для деток мы сортируем по категориям. Вот, например, комплекты от нуля до двух месяцев, вещи от нуля до трех месяцев, комбинезоны зимние. То есть мы подготавливаем, все сортируем, все индивидуально упаковывается. Всего за неделю фонду за своих удалось собрать порядка 18 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. В приоритете медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, вода, новые спальные принадлежности, детское питание, подгузники, пригодится все. Напомним, на прошлой неделе в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. По состоянию на 12 августа из Курской области эвакуировали уже больше 120 тысяч человек. Все эти люди, уезжая, брали только самое необходимое. Уже в первый день вторжения в СУ Алтайский край объявил о сборе помощи для жителей Курской области. В этот же день нами был выставлен пост, благотворительным фондом объявлен сбор, к которому очень активно подключились районы. Огромнейшее спасибо, вот прямо от всего сердца хочется сказать, жителям Тольменского района, жителям Красногорского района, Хабары, Славгород. То есть это люди, которые в течение суток-двух собрали целыми газелями помощь и в настоящее время она комплектуется на базе ГОО. С утра до 10 мы их впускаем и ближе к вечеру уже все забирают. Огромными партиями вещи свозят на базу ГОЧС в Барнауле. Именно отсюда отправится фура в Курскую область. Кстати, жители страны и Алтайского края в том числе освоили новый и оперативный способ помощи через популярные маркетплейсы. То есть, живя за тысячи километров, можно оплатить заказ и его доставят в пункт выдачи в Курской области. Все подробности можно узнать в соцсетях движения «Мы вместе». Также штаб «Мы вместе» открыл сбор помощи в Краевом дворце молодежи в Барнауле. И это лишь малая часть того, что удалось собрать за несколько дней. В принципе, собрано уже свыше 250 килограммов гуманитарной помощи. Кто-то увидел там новость, кто-то увидел в соцсетях. Сегодня, допустим, молодой человек приходил и сразу уточнил, что нужно, пошел в магазин и принес медикаменты, принес средства личной гигиены. Работы достаточно много, потому что люди приходят постоянно в течение дня, приносят большими партиями, большими пакетами. Мы когда принимаем, мы смотрим, что при нам принесли, то есть как бы на сроки годности, на состояние, то есть если детские вещи или вещи в принципе, мы смотрим, чтобы они были не порванные, не грязные. Все волонтеры находятся на постоянной связи с Курской областью, чтобы оперативно узнавать о том, что действительно сейчас нужно людям, которые попали под атаку ВСУ. Так, например, нужна помощь и вооруженным силам, которые были переброшены в Курскую область, маскировочные сети, амуниция, нательное белье. Срочный сбор гуманитарной помощи объявил и Народный фронт в Алтайском крае. Народный фронт Алтайского края объявляет сбор для пострадавших территорий Курской области. Нужны в большом количестве генераторы, средства РЭП для автомобилей скорой помощи, а также для других технических служб. На ваших экранах адреса пунктов сбора помощи в Барнауле. После 18 августа гуманитарный груз отправят в Курскую область, туда, где его сейчас очень ждут. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.